Простыми словами и красивыми кадрами о весенних трендах, стильных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Коллаборация – модное нынче слово и очень популярное явление. Суть его сводится к тому, что два человека или две компании, или компания и человек объединяются для того, чтобы создать что-то уникальное, что-то неповторимое. Как правило, эти коллаборации возникают в моде, когда бренд масс-маркета обращается к известному дизайнеру и создается капсульная коллекция. Но в нашем случае мы расскажем о том, как состоялась коллаборация в сфере дизайна интерьера. Коллаборация – не только модное слово, но и популярная сегодня схема сотрудничества творца и производителя. Коллаборации сегодня возникают и в искусстве, и в моде, и в дизайне интерьера. Я как женщина, чисто интуитивно, я понимаю, что вот это люди, и я вижу, что да, вот с ними у меня получится, прямо именно с людьми, потому что это самое главное. Я всегда в бизнесе делаю упор на человеческий фактор, и все, с кем мы работаем, все наши партнеры, все компании – это настоящие наши друзья. И здесь я, конечно, подбирала несколько месяцев себе партнеров по мебели, и все-таки поняла, что нас интересуют большие объемы, а большие объемы может сделать только хорошая, качественная фабрика. И фабрика «Майя» стала вот таким вот партнером, на которую я возлагаю большие надежды, просто большие надежды. Мне нравится их подход к работе, мне нравится их отношение к людям, к своим сотрудникам, мне нравится атмосфера у них на фабрике. Мы выпускаем диваны, кресла, столы и стулья. Ну вот все, что вы видите, это продукты нашей фабрики. Она работает уже больше 20 лет, очень хорошо поставлено производство, очень хорошее оборудование, качественные материалы используют. То есть это все то, что я предъявляю именно к продукту. Эля Эдуардовна нам предложила, мы согласились, естественно, на дизайнер, я считаю, высокого класса, под ее командованием мы организовали вот эту выставку. Сейчас у нас в салоне представлена эксклюзивная линейка мебели, которую они не продавали. После начала пандемии было понятно, что будет очень востребована мебель немножко другого уровня. И поэтому я искала фабрику именно среднего, такого хорошего, очень стабильного уровня качества и модельный ряд хороший. И вот как раз они являются такими партнерами нашими. Конечно, было немножечко страшновато, потому что все равно мы начали в такой период, в пандемию это все. И идея у нее тогда родилась, но я доверяю ее интуиции в бизнесе в первую очередь, потому что это уже проверено годами, десятилетиями уже, как выясняется. И, в общем, мы начали работать с этой группой и пока получаем исключительно положительные отзывы. Мы сами, знаете, просто главный, мне кажется, показатель того, что то, что мы продаем, оно классное, это то, что к нам приходят какие-то новинки. Например, предположим, это каталоги с обоими, девчонки листают, такие, ой, я хочу сделать у себя ремонт вот этим, вот этим нужны. С мебелью получилось точно так же, то есть приходит диван, предположим, и у нас Гузей сейчас делает ремонт, она говорит, мне тоже такой диван нужно. Все, заказываю его там в другом цвете. Вот, поэтому все, что у нас представлено, мы бы сами с удовольствием вписали в свои интерьеры. Эта коллаборация интерьерного салона и фабрики мебели подарила дизайнерам изящные и комфортные стильные диваны, кресла, стулья и столы. Сразу видно, что это очень качественное изделие. И как только я увидела первые фотографии в Инстаграме еще, не увидев живую, сразу заинтересовалась, потому что действительно видно, что хороший дизайн, хорошее качество, хорошо подобранные материалы, ткани. И я уверена, что мы обязательно будем здесь приобретать мебель и рада, что... Ну, то есть здесь сейчас стоит то, что, ну, что сложно найти, и такие очень востребованные вещи, такие с очень тонким вкусом, я думаю, что благодаря ЭЛИ здесь это так подобрано великолепно. С дизайном, расстановкой наша мебель в этом салоне вообще переобразилась, если честно говоря. Тут отдельно надо сказать об Эле Эдуарда, мне директоре салона, потому что все, что предлагает она, это всегда утонченно. И мне достаточно ее слова, гарантирую качество, да, то есть мы на ее гарантии покупаем. И цены, правда, очень приличные. На сегодняшний рынок мы будем пользоваться мебелью, этим направлением, и я очень рада, что это появилось. Опять же, тоже идет полное взаимопонимание друг с другом дизайнеры и салоны. Они слышат нас, в чем мы нуждаемся, они удовлетворяют наши потребности. И наших заказчиков, конечно же. То, насколько важна гармония пространства дома, нам показал минувший локдаун. Кстати, этот совместный проект родился как раз в пандемию, и, как мы можем убедиться, оказался успешным и в более удачное время. Как это бывает в начале сезона, выпуска Beauty Time, мы рассказываем о том, что важно обновить не только свой гардероб, но и пересмотреть содержимое косметички. Этим как раз мы с вами сейчас и займемся. Мы отправляемся к нашим экспертам по декоративной косметике и мейкапу. Выясним, что будет модно этой весной, а заодно то, чем отличается макияж зрелой дамы от мейкапа молодой девушки. Сегодня мы здесь на празднике красоты, стиля и ухоженной внешности. За моей спиной Владимир Маркин, гениальный визажист. Он сейчас представит свой вариант макияжа для Марины. Марина у нас сегодня выступает в качестве модели. Корейскую косметику я очень люблю, и очень давно. То есть эти продукты, которые позволяют не только делать мейкап, но и ухаживать за кожей. Я думаю, что корейские бренды сейчас очень актуальны, не только сейчас, а очень много лет. И они полюбились нашим женщинам, нашим девушкам, нашим клиенткам. Поэтому будем еще больше продвигать корейскую косметику в массы, скажем так. Чтобы не только уходовые продукты, к которым все привыкли, но и средства по декоративной косметике стали любимыми. Если у вас, допустим, недостаточно увлажнения, то вы можете использовать дополнительно базу под макияж с увлажняющими компонентами. Она может быть, может не быть. То есть всегда все по ощущениям. То есть вы просто должны свою кожу чувствовать. Ее не должно быть много. И базы для лица всегда наносятся пальцами. Для тонального крема это, конечно же, синтетический ворс. То есть за синтетикой проще ухаживать. Она гипоаллергенна. Современная синтетика очень мягкая. Она выполировывает кожу. Позволяет нанести тональный крем очень тонким-тонким слоем. Соответственно, расход самого тонального крема будет минимальный. Ну и слой на коже будет, опять же, очень-очень тоненький. А есть какая-то идея, концепция, что это будет за макияж? И вообще, как ты обычно работаешь? Что-то заранее продумываешь? Или, в принципе, сразу тебе понравится? На самом деле, лучше заранее ничего не продумывать. Есть какие-то в голове моменты, которые ты просто знаешь как профессионал. Вот и все. Кто бы перед тобой не сидел, это в любом случае красивая женщина. Поэтому мы будем всегда отталкиваться от ее лица, от ее особенностей. И самое главное для нас, для визажистов, чтобы наш клиент был доволен. То есть не я фантазирую, а вот моя муза на сегодня. Вот это очень важно. В данном случае я буду брать немного консилера. И он используется для корректировки недостатков в области лица. Опять же, самое главное, всегда аппликативными движениями, легкими, может быть, чуть-чуть вбивающими. Любой сухой продукт, он может быть у вас использован и как хайлайтер, и как продукт для глаз. То есть это универсальный продукт. То есть не так, что вот мы купили румяна, это только румяна. Макияж – это игра. Играйте. То есть взяли один продукт, его же на румяна, его же на бубы, его же слегка на глаза. И вот вы уже свежее и красивое побежали по своим делам. Если кожа совсем сухая и склонная к сухости, то от пудры мы, конечно же, отказываемся полностью. И тональный крем, BB крем, то есть румяна, этого будет достаточно. И тональный крем, и все будет хорошо держаться. Опять же, лучше выбирать, если мы говорим про пудру, пудра вот с абсолютно какой-то прозрачной основой, да, чтобы она не давала никакого цвета. Ну, очень много, допустим, сейчас в индустрии, в нашей бьюти появилось, допустим, различных баз, да, под макияж. С эффектом сияния, лифтинг, увлажнение, различные сыворотки, да, которые мы используем непосредственно уже как визажисты, прям перед макияжем. То есть эти продукты нам очень помогают в работе. Тональный крем наносится лучше, пудра ложится лучше, румяна, хайлайтер, все смотрится таким, как будто человек родился с этим, скажем так. Брови – это момент, который должен быть у нас, да, все-таки. Вот то, что здесь сделали, это прекрасно, то, что они есть, густенькие, широкенькие, это хорошо. Вот буквально вчера у меня тоже была модель, у нее прям тоненькие-тоненькие-тоненькие, я говорю, надо растить. Она говорит, не растут, я говорю, как часто вы оформляете брови? Она говорит, каждый день. Если вы блондинка, то ваши брови могут быть на тон, ну, в рамках нынешней моды, там, на 2-2,5 тонна темнее, чем волосы. А если вы брюнетка, брови должны быть, наоборот, светлее на тон, на полтора, чем волосы. То есть это классика, которой нужно придерживаться. В каждой технике найдутся свои поклонники. И контуринг, и матовое лицо, и блестящее лицо, да, и сияющее лицо. Все будет, для каждого найдется свое. На века, вот на эту часть, от брови до ресниц, я наношу тот же консилер, который был у нас под глазами. Да, то есть консилер здесь служит как продукт, который выравнивает цвет, да. И если века, допустим, не особенно жирная, он может работать как база под тени, для того, чтобы наши тени дольше держались в течение дня и не скатывались. Наш ресничный контур должен быть обязательно выделен. И здесь я буду использовать карандаш темно-коричневый, черный, не всегда актуален, а темно-коричневый подойдет практически всем. И наша задача нанести его таким образом, чтобы он не был такой жирной линией, да, а чтобы он был растушеванный. И чтобы он был растушеванный, вы можете наносить, допустим, его сразу какой-то небольшой кисточкой. На самом деле сейчас такое время, когда люди могут быть разными. Опять вот эти тенденции весна 21, там такой список, чистое лицо, потом идут яркие помады, потом идут цветные тени, и так много всего. Опять же такая палита, вот выбирайте, что хотите. На подвижное веко, внутренний уголок глаза, сияние нужно обязательно добавлять. Полностью макияж матовый быть не может. Внешний край, линия подводки матовые варианты, подвижное веко, внутренний уголок, легкое сияние. Тогда это будет немножко так вот смотреться более объемно, интересно. Практически для всех блондинковый, брюнетка, неважно, да, все-таки черная тушь. Опять же, ее можно нести по-разному. Можно в один слой, а можно в три, в четыре, в пять раз, да, то есть это уже доверяется. К вечеру, конечно, мы должны меняться. Вот во втором образе я как раз это продемонстрировал, что мы можем мейкап оставить таким, какой он был. Но за счет того, что мы поменяли цвет румян на более такую, как бы, на бронзирующую пудру, сделали яркий цвет губ, и вот уже человек готов больше к вечернему мероприятию, к коктейльному мероприятию. На самом деле, будьте собой. Вот как вам комфортно, так и будьте. Вот настроение сегодня нют, нют. На сегодня настроение завтра красная яркая помада, ягодная. Вперед! В принципе, чего-то радикального по части макияжа этой весной не произойдет. Все то же свечение кожи, все тот же ухоженный вид. Ну а дальше каждый может акцентировать ровно то, что посчитает нужным. Можно, кстати, и вообще ничего не акцентировать. Привет, Челябинск! С вами Владислав Лисовец. 1 апреля в 18 часов в конгресс отеля «Малахит» пройдет мой мастер-класс о моде, стиле, трендах. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, расскажу вам все секреты. Очень хочется, чтобы вы были модными и стильными. И, как вы понимаете, я об этом все знаю. Поэтому жду вас, приходите, отвечу на все ваши вопросы и расскажу много интересного. Билеты в кассы города. До встречи, Челябинск! Пока! Это «Бьюти Тайм» программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Сегодня мы говорим о так называемых брендовых ювелирных украшениях, коллекциях знаменитых домов. И беседуем мы с руководителем проекта «Камзол-74» Натальей Давыдовой. Наталья, вопрос такой. Чем же все-таки вот эти коллекции, эти украшения отличаются от просто хороших, дорогих и качественных украшений с драгоценными камнями, с драгоценных металлов. То есть, чем они отличаются и почему иной раз они дорого стоят. Признаков очень много у каждого брендового ювелирного непосредственно дома. Настолько уникальные изделия. Свой почерк, свой штрих, они узнаваемые. Те же самые взять «Кортье Болт», например, да, настолько топовая модель. А «Коррера» у «Коррера». Их изделия, ну, издалека. Например, у «Коррера» и «Коррера» такой достаточно специфический, приятный оттенок желтого. Они очень много используют матового покрытия. У «Тиффани» тоже свои оттенки. Кстати, про оттенок золота. У каждого бренда свой оттенок. Но, опять же, это благодаря опыту. Я заметила, у «Шапарда» у них более затемненное золото они делают, да. Мне, кстати, вот лично на мой вкус, мне очень нравится желтое матовое золото. И оттенки мне нравятся. У «Тиффани» очень красивый желтый оттенок. И у «Коррера» очень красивый желтый оттенок. Когда ты в этом мире живешь, ты понимаешь. И иногда, когда клиенты приходят, я вижу уже по оттенку, например, какой это бренд. Они имеют какой-то, делают свой состав сплава, да, свой уникальный. Вот этот почерк также, он и в сплаве, и в изделиях, в дизайне, да. Поэтому, ну, их видно. И в чем преимущество покупки непосредственно брендовых ювелирных украшений? Они продаются достаточно хорошо. Потому что я считаю, это инвестиция. Потому что бренды непосредственно украшения, они не потеряют и через 5, и через 10 лет свою ценность. На сегодняшний день, предположим, дом «Коррера» «Коррера» как таковой закрыт. Они делают ребрендинг. И был период, их можно было достаточно дешево купить. Но на сегодняшний день цена просто возросла на «Коррера», на изделия «Коррера». То есть это уже ретро? Это уже, да, за ними, прям за какими-то определенными позициями, коллекциями, прям идет гонка. Тот же самый шапарт, шаме, есть определенные вещи. Шаме, кстати, это большая редкость на вторичном рынке. Действительно большая редкость. И я считаю, безусловно, в приоритете должны быть брендовые ювелирные украшения. Все остальное, это уже такое некое баловство. Безусловно, это также инвестиция. Например, за буквально прошедший год цена золота, она поменялась. И цены выросли. Цены выросли. Золото, ювелирные украшения с драгоценными камнями, они никогда не падают в цене. Это в любом случае, это инвестиция. А тем более, на вторичном рынке. Вообще, в целом, у любого ювелирного дома, вообще у ювелирных домов, как правило, это ручная работа. За что ей ценность? Это особый дизайн, особая разработка. Это, как правило, капсульные коллекции, безусловно, выполненные ручной работой. Самые топовые бренды точно в России, в Челябинске в том числе. Каррера у Каррера, Кортье и Ван Клифф. Хочу еще спросить про российских ювелиров. Они ведь тоже известны во всем мире. Но если сравнивать, опять же, если это уместно сравнивать, то все-таки, как бы, это немножко разные вещи. Я пытаюсь понять, почему наши ведь тоже создают уникальные авторские украшения. У нас бриллианты редкой величины, редкой чистоты бывают. Вот все-таки на рынке ювелирных украшений, чем отличаются вот эти вот два сегмента, вот эти два направления? Разница в том, почему брендовые. Вот бренд, например, Кортье. Вот выпустили они болт, казалось бы, обычный болт, да? Кольцо, вот это браслеты, и весь мир по ним сошел с ума. Но почему у нас так не делают? Потому что, например, тот же самый бренд Кортье, они вкладывают на социальные вот эти вот исследования, на маркетинг. Ну, одним словом, это маркетинг. Там бешеная команда работает, да? Какие деньги туда вкладываются. И за счет маркетинговых уже исследований разрабатывается какая-то модель, тема, транслируется в дальнейшем в массы, да? И то есть там настолько детально и скурпулезно подходят к каждой детали, поэтому они правильно и четко бьют в цель. Но почему у нас так не делают? Я не могу этого объяснить. Ну, не могу я этого объяснить. Хотя было бы здорово. У нас невероятное количество сумасшедших, красивейших изделий. В современной моде, когда все известные силуэты уже так или иначе опробованы в предыдущие десятилетия, для многих дизайнеров на первый план выходит фактура. Как их сочетать в одном образе и вообще, что это дает, узнаем прямо сейчас. Создавая пальто и парку для Вероники, мы затронули такой глобальный тренд, как медленная мода или осознанное потребление. Осознанное потребление – это не просто тренд, а это уже вынужденная такая мера. И экологическая мантра на сегодня – это используем повторно, перерабатываем, уменьшаем количество за счет обращения большого внимания на качество изделия, на качество ткани, чтобы вещь могла прослужить долго. На самом деле, качественная вещь служит долго. Медленная мода – это противоположность быстрой моде, противоположность изделия масс-маркета. Приверженцы именно длительной моды или осознанного потребления большое внимание уделяют не трендам зачастую, а именно стилю. Базовому гардеробу и внедряя какие-то вот такие небольшие фишки. Стильные вещи – это прежде всего качественные вещи, которые служат не один сезон. Мы тоже являемся приверженцами долгой моды. Мы поддерживаем качественные вещи. Придумывая парку для Вероники, мы использовали дубленку, которая уже отслужила несколько сезонов. И мы решили повторно использовать этот материал. Мы соединили его с плащевкой и с натуральным мехом. И использовали такой тренд, как «mix and match». То есть соединили в одном, казалось бы, с первого взгляда, несочетаемые фактуры. За счет нюансов цвета у нас получилась такая достаточно гармоничная вещь, которую легко будет потом внедрить в базовый гардероб, поседневный, и соединять как со спортивными вещами, так и с более нарядными. Пальто у нас в пудровых тонах. То есть оно такое мягкое, лаконичное. Его можно использовать как с кружевным платьем, сорочкой вниз, какой-то массивной обувью, так и, например, со спортивным костюмом. На сегодняшний день актуально именно смешение стиля, например, классики, спорта, каких-то авангардных вещей, в которых замиксовано много фактур, и более таких простых, лаконичных, спортивных или базовых вещей. Это все нацелено на длительную моду. Меховые изделия не воспринимаются как такие вещи зимнего гардероба. Их используют и в отделке жакетов, сумок, аксессуаров, обуви. То есть мех сейчас используется как обычная ткань, а не какая-то такая дорогостоящая, на века вещь. И если у вас, например, есть какая-то шуба, которая вам уже немного надоела, или она устарела, то ее всегда можно переделать. На сегодняшний день данную философию соединения различных фактур, принтов, стилей используют достаточно много дизайнеров, таких как Луи Виттон, Диор, Фенди. Там обильное смешение именно фактур, стилей. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют 21-й фестиваль моды «Платье города». 8 апреля. Театр оперы и балета. Коллекции молодых и уже известных дизайнеров Урала. Дефиле VIP-персон. А также специальные гости Алексей и Анна Бородулины с премьерным показом коллекции «Небо над Версалем» и Зухра Салахуддин с невероятным неоновым шоу «Хабиби». «Платье города 2021». Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру В чем уникальность Челябинского хладокомбината номер один? Это 5,5 тысяч квадратных метров морозильных камер для хранения продукции. Это оборудованные подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта. Ветеринарный врач для проверки соответствия продуктов санитарно-эпидемиологическим требованием. Это офисы в аренду для компаний-партнеров и торговые павильоны для всех, кто предпочитает свежие продукты прямо с мест хранения. Рыба свежая и свежемороженое. Морские деликатесы. Овощи, фрукты, ягоды, мясо и полуфабрикаты. Все высокого качества и от проверенных поставщиков. Челябинский хладокомбинат номер один. В самом центре города. На Ленина, 27. Ждем покупателей ежедневно с 9 до 20 часов. Это бьюти-тайм. И прямо сейчас мы отправляемся на нашу телевизионную кухню, где легко и непринужденно готовятся такие же легкие рецепты. Нас ждет эксперт правильного питания Катя Кошнина. И сейчас мы вместе с ней что-то интересное и вкусное приготовим. Ну кто из нас, людей деловых, людей семейных, не желал бы воскресным утром встать попозже и приготовить что-нибудь вкусненькое? Но нам, людям красивым, важно, чтобы это что-то вкусненькое не противоречило идее стройной фигуры. Катя, что делать в этом случае? Готовить правильный завтрак. У нас сегодня это будет рулет с рисовой мукой, с какао, а внутри будет мягкая вкусная начинка из творога с бананом. Нам понадобится 2 яйца и 1 белок, то есть желточек мы убираем у одного. Я, наверное, с этого как раз и начну. И ты взбивай, а я пока подготовлю муку. Может нам реально 2 белка сделать? Он будет более... Нежный, да? Более белковый. Нужно. Мини жирный. Катя, что делать? Чуть-чуть взбить. Взбить. Ты прям взбей, чтобы желточки перемешались. Я тебе добавлю ложку и мы посмотрим. Наверное, еще одну. На консистенцию. Угу. Какое должно быть количество муки, мы это скажем... Мы сейчас по консистенции поймем, сколько нужно муки на 2,5, грубо говоря, яйца. На такое количество. Пока мы добавили 2 ложки столовой. Мне кажется, можно еще. Добавляем немножечко какао. Для запаха и для цвета. Ну и для вкуса тоже все-таки. Для ароматуры, да, немножечко. У нас какао без сахара натуральный. Настоящий. Какао ведь тоже бывает разным, да, Катя? Да. Но особенно в магазине, не зная, какое взять. Во-первых, разные производители именно вот сырого настоящего какао. А во-вторых, часто бывает, что уже порошки продаются с добавлением сахара. У нас без сахара, потому что мы будем добавлять сахарозаменитель сейчас. И все равно более полезно. И даже варить в домашних условиях лучше изначально... Добавляя свое... Чистое какао со своим подпластителем, который кто как больше любит. Либо это сироп, либо это сахарозаменитель, либо совсем без сахара. Ну и, кстати, еще бывают же какао, готовые вот эти вот напитки, да, там может даже и сухое молоко туда в состав ходить. Поэтому экологичнее, полезнее, конечно, все эти ингредиенты, да. По отдельности все это делать, да. Из чистых, правильных продуктов. У нас будет немножко подпластители, да, что это за... У нас это стевия. Можно стевию, можно эритрит. У стевии немножечко есть такой привкус... Зелени? Да, зелени, травки какой-то. Это же растение, да? Да. Но, в принципе, она натуральная, здоровая, хорошая. Поэтому мы будем ее использовать. Стевия, эритрит и изомальт. Это три сахарозаменителя, которые безопасны для здоровья. И полезны даже для микрофлоры кишечника, чтобы создают или воссоздают бактерии, полезные в нашей микрофлоре. Вот такая вот у нас консистенция должна получиться. Получилось три ложки на два с половиной яйца. Идем к плите. Да. Пошли готовить. Выпекаем на масле гуфы. Такой аромат излучает этот наш блинчик, что вот от него все домашние точно проснутся. И, может быть, даже соседи прибегут. Что делаем дальше? Режем банан, вмешиваем в творог и просто добавляем. Вообще у меня появилась сейчас мысль о том, что можно сделать такой творог. То есть прям вот эти блинчики, банан даже миксером с творогом и будет прикольно. Ну и не только банан, можно в принципе любые ягоды. Выкладываем на блинчик. Начинку сюда выкладываем, да, и заворачиваем. Как заворачиваем? Обычно рулетиком и потом порежем. Давай ты заворачивай, ты поближе. Итак, все-таки правильное количество муки мы выбрали. У нас получился плотненький, он не трескается и заворачивается, и ничего не выпадает. Вот такой вот у нас получился сверток. И что мы делаем дальше? Мы просто его нарезаем. Пусть он немножечко постоит, может быть, впитает в себя немножко йогурта, а потом мы его нарежем, сервируем и будем есть. Ну что, сервируем, попробуем разрежать. С некоторых пор красивые фотографии домашней еды – это тоже часть воскресного ритуала. Не выложил красивый завтрак, считай, не съел. Некрасиво по завтраку. Можно добавить сироп для красоты и для вкуса также, для сладости. И банан, ягоды, хоть что. В принципе, можно и так уже есть. А мы немножко украсим кубиками банана. И вот готовы представить вам результат. Это Бьюти Тайм. Мы доступны каждую минуту на нашем Ютуб-канале Бьюти Тайм ТВ в Инстаграм и ВКонтакте. Ждем ваши комментарии, лайки. Подписывайтесь. Будьте с нами. На этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok